Представьте себе невероятный момент. Гигантская звезда исчерпывает все свои запасы энергии, начинает сжиматься под собственной тяжестью и в итоге исчезает, оставляя после себя только невидимую ловушку – черную дыру. Теперь представьте, что вы находитесь на пороге этого космического монстра, глядя прямо на горизонт событий, ту самую точку, за которой нет пути назад. Все, что приближается к этому рубежу, испытывает фантастические перегрузки. Силы тяготения здесь настолько огромны, что разница между притяжением у ваших ног и головы может растянуть тело в длинную нить. Этот эффект физики называют спагеттификацией. Каждый атом вытягивается в нереальную длину, а само время начинает вести себя удивительным образом. Для удаленного наблюдателя объекты возле горизонта событий будто застывают, двигаясь все медленнее, а свет от них краснеет и постепенно исчезает. Но для того, кто падает внутрь, времени почти не ощущается. Все происходит стремительно. За доли секунды материя пересекает горизонт событий, и снаружи этого уже никто не увидит. Объект словно сливается с поверхностью черной дыры. Никакая информация, никакой сигнал не может уйти обратно наружу. Даже свет не способен вырваться из этого космического плена. Материя, входящая внутрь, перестает существовать для внешнего мира. Снаружи кажется, будто все просто исчезает. Но на самом деле все только начинается, ведь внутри черной дыры все законы физики, знакомые нам, перестают работать привычным образом. А что ждет дальше за этим горизонтом? Внутри, далеко за невидимой стеной, скрывается нечто гораздо более загадочное и опасное. Дальнейшее путешествие внутрь черной дыры уводит вас к самому загадочному объекту во Вселенной – сингулярности. Этот термин впервые ввел известный математик Роджер Пенроуз еще в середине 60-х годов 20 века, когда теория относительности Альберта Эйнштейна заставила ученых по-новому взглянуть на природу пространства и времени. Сингулярность – это точка, где гравитация становится настолько сильной, что пространство и время перестают существовать в привычном смысле. Все, что пересекает горизонт событий, устремляется к центру черной дыры и по расчетам сжимается до бесконечно малого объема с практически бесконечно большой плотностью. Здесь перестают работать привычные законы физики, а уравнения Эйнштейна просто ломаются. С точки зрения внешнего наблюдателя материя будто исчезает навсегда. Но по одной из теорий внутри сингулярности происходят невероятные процессы. Некоторые физики, например Стивен Хокинг, предполагали, что в экстремальных условиях внутри черных дыр могут рождаться новые вселенные. По этой гипотезе каждый раз, когда материя достигает центра, гравитационный коллапс создает условия для нового большого взрыва, который запускает самостоятельную детскую вселенную. Такая идея получила название гипотеза космического отбора. Однако проверить ее практически невозможно. Вся информация, попавшая за горизонт событий, скрыта от внешнего мира. Другие теории, например, квантовая гравитация, предполагают более экзотические сценарии. Согласно ним, материя, попавшая внутрь, не исчезает полностью, а может преобразовываться в неизвестные формы энергии или даже туннелировать сквозь пространство-время, попадая в другие области космоса или даже в параллельные измерения. Одна из самых обсуждаемых идей последних лет — сингулярность вовсе не существует как точка, а является некой областью, где гравитация и квантовые эффекты сливаются, создавая совершенно новую реальность. Ни одно техническое устройство, созданное человеком, пока не может заглянуть внутрь черной дыры, поэтому все эти гипотезы остаются на грани научной фантастики и современной физики. Но независимо от того, исчезает ли материя навсегда, перерождается ли она в новой вселенной, или путешествует через космический туннель, загадки сингулярности по-прежнему остаются одной из крупнейших тайн космоса. И это только начало, ведь дальше нас ждут еще более странные явления, связанные с течением времени возле черных дыр. Когда материя уже преодолела горизонт событий, начинается настоящее искажение привычной реальности. Здесь самая невероятная особенность черных дыр проявляется в парадоксах времени. Теория относительности Эйнштейна утверждает, что для внешнего наблюдателя любой объект, падающий внутрь черной дыры, будто замирает и никогда не достигает горизонта событий. Но если бы вы сами оказались этим путешественником, то все происходило бы куда быстрее. Всего доля секунды, и горизонт событий остался у вас за спиной, а впереди только неведомая бездна. Парадокс времени проявляется особенно ярко при сравнении ощущений наблюдателя снаружи и того, кто падает. Для тех, кто на расстоянии, вы будто бы навсегда застряли на краю черной дыры, с каждым мигом становитесь все тусклее, пока не исчезнете совсем. Но для вас лично время не тормозит, а наоборот буквально проваливается наружу. И становится невозможным оглянуться назад или отправить хотя бы сигнал. Физики называют этот эффект временной дилатацией. Есть еще одна странность. Внутри черной дыры все пути ведут к сингулярности. И никакие маневры не позволят замедлить движение или изменить маршрут. Даже если бы вы двигались со скоростью близкой к скорости света, уделяя все силы попыткам выбраться, пространство и время были бы искажены так, что дорога наружу попросту исчезала бы. В некоторых гипотетических сценариях, если черная дыра огромна, падение к центру может занять несколько секунд или даже минут. Но чем массивнее объект, тем медленнее нарастает гравитация, и тем дольше материя может теоретически существовать после пересечения горизонта событий. Практически невозможно пережить такое путешествие. Плотность и ускорение таковы, что даже элементарные частицы разрываются на куски. Однако чисто математически теория не запрещает долгую жизнь внутри самой крупной черной дыры, прежде чем неизбежно сгуститься в центре. Существуют теоретические модели, так называемые черные дыры с червоточинами, где пространство смыкается необычным образом, а время в определенных областях может двигаться в обратном направлении или даже образовывать петли. Но сейчас такие идеи не более чем интересные уравнения, потому что реальных доказательств их существования пока не найдено. В итоге выжить внутри черной дыры невозможно по всем законам физики, известных на сегодняшний день. Материя и время искажаются, исчезая в бездне, где каждое событие происходит максимально быстро для того, кто падает и навечно задерживается для внешнего мира. И все же самые интригующие загадки начинаются тогда, когда ученые начинают спорить, действительно ли вся информация исчезает безвозвратно, или же черная дыра каким-то образом сохраняет следы всего, что было поглощено. Современная наука уже вплотную подошла к разгадыванию этого парадокса, и, пожалуй, нет более знаменитого спора, чем тот, в который однажды вмешался Стивен Хокинг. Когда в 70-х годах 20 века Стивен Хокинг начал исследовать загадки черных дыр, он перевернул все представления об этих объектах. Одна из самых громких идей Хокинга — знаменитый парадокс потери информации. В классической физике считалось, что все, что попадает за горизонт событий, исчезает навсегда без следа. Однако Хокинг заметил нечто странное. Если черные дыры могут постепенно испаряться из-за квантовых эффектов у самого квантовой механики, а значит, рушится вся стройность физики. В 1974 году Хокинг показал, что черные дыры могут постепенно испаряться из-за квантовых эффектов у самого края горизонта событий. Это явление получило имя «излучение Хокинга». По его расчетам, у самой границы черной дыры происходят вспышки квантовых флуктуаций. Из ничего рождаются пары частиц и античастиц. Иногда одна из них втягивается внутрь, а вторая уходит наружу, унося с собой крохотную порцию энергии. Со временем черная дыра теряет массу и может полностью исчезнуть. Однако проблема в том, что это излучение оказывается абсолютно случайным и не несет информации о том, что падало в черную дыру. Казалось, что все поглощенные данные исчезают безвозвратно. Этот вывод поставил на уши не только физиков, но и всех, кто занимался теорией квантовой информации. Многие ученые считали невозможным, чтобы информация могла просто исчезнуть, нарушая законы сохранения. В спор включились такие фигуры, как Джерард Адхоуфт и Леонард Соскинд, и развернулась настоящая битва идей. Постепенно, шаг за шагом, теория Хокинга была пересмотрена. Возникла так называемая голографическая гипотеза. Согласно этой идее, вся информация о материи, поглощенной черной дырой, не исчезает, а сохраняется на ее поверхности, точнее, на самом горизонте событий. Попросту говоря, все, что когда-либо упало в черную дыру, оставляет отпечаток, зашифрованный в мельчайших колебаниях горизонта. К началу 2000-х годов Хокинг признал, что был неправ в ранних работах. Информация, по всей видимости, действительно сохраняется, хоть и в искаженном виде. Однако до сих пор ни один физик в мире не может точно сказать, каким образом она кодируется и как вообще можно ее достать обратно. Эксперименты и наблюдения пока не позволяют ни опровергнуть, ни подтвердить эти теории однозначно. Таинственное голографическое зеркало, горизонт событий, где остается каждое движение и каждый атом, изменило современное понимание черных дыр. Теперь ученые смотрят на эти объекты не только как на захватывающие ловушки для материи, но и как на возможные жесткие диски Вселенной, где время, свет и материя хранят свои следы гораздо сложнее, чем казалось раньше. Но если информация действительно не исчезает, как нам находить черные дыры, если они прячутся так искусно? Впереди удивительные методы и открытия, которые помогают ученым видеть даже то, что скрыто за горизонтом. Переходя от загадочных горизонтов событий и голографических тайн, на первый план выходит вопрос, как вообще удается обнаружить то, что по определению невидимо? Черные дыры — это космические призраки. Они не излучают свет и никак не проявляются напрямую. Тем не менее, уже в середине 20 века астрономы начали подозревать, что в некоторых частях неба скрываются невидимые объекты с невероятной гравитацией. Например, в далекой системе Лебедь-Х-Один яркая звезда вращается вокруг невидимого спутника, масса которого раз в 10 больше солнечной. Ученые заметили, звезда движется по аномальной орбите и теряет вещество, а рядом с ней фиксируется мощное рентгеновское излучение. Все указывало на присутствие компактного и чрезвычайно массивного тела, невидимого для телескопов. Так был найден один из первых кандидатов в черные дыры. Но этого было мало. Спустя годы, благодаря космическим рентгеновским обсерваториям, стало ясно — многие галактики буквально кишат источниками жесткого излучения. И все они указывают на взаимодействие материи с черными дырами. Однако настоящая революция произошла в 2015 году, когда впервые в истории зафиксировали гравитационные волны. Два гигантских лазерных интерферометра LIGO одновременно заметили крошечные всплески, крошечные колебания пространства, вызванные столкновением двух массивных черных дыр на расстоянии миллиарда световых лет. Это открытие доказало — черные дыры действительно существуют, они сталкиваются, сливаются и отправляют по вселенной эхом свою гибельную песню. Кроме того, в 2019 году международный проект Event Horizon Telescope впервые запечатлел тень черной дыры в центре галактики М87. Ученые объединили данные множества радиотелескопов по всей Земле, чтобы получить изображение области вокруг горизонта событий. На снимке ясно видно кольцо яркого излучения и темное пятно — ту самую тень, отбрасываемую черной дырой на светящемся фоне аккреционного диска. Масса этой космической махины оценивается в 6,5 миллиардов солнечных масс, а диаметр ее тени превышает 24 миллиарда миль. Обнаружение черных дыр теперь возможно по нескольким признакам — рентгеновскому и гамма-излучению, аномальным движением звезд вблизи невидимых объектов, мощным всплеском гравитационных волн и теням на фоне ярких газовых дисков. Каждое новое наблюдение приближает нас к пониманию того, как эти монстры формируются и влияют на эволюцию целых галактик. Но даже с таким арсеналом методов некоторые черные дыры могут оставаться незамеченными, особенно если они не поглощают газ и не взаимодействуют с соседями. Только самые тонкие эффекты и косвенные следы выдадут присутствие этих невидимок. А что, если некоторые из них куда меньше, чем принято думать, и могут находиться совсем рядом, укрываясь даже от самых чувствительных приборов? Здесь, на границе между известных и неизвестных, внезапно возникает еще более острая загадка — мини-черные дыры. Идею их существования впервые предложил физик Стивен Хокинг в середине 70-х годов XX века, предположив, что такие объекты могли появиться в самые ранние моменты существования Вселенной, когда энергия и плотность материи были буквально зашкаливающими. В отличие от гигантов, вес которых сравним с массой нескольких солнц, мини-черные дыры могут быть не больше атома, но при этом сохраняют невероятную гравитацию. Если бы существовала такая мини-дыра с массой, к примеру, горы, то ее радиус составил бы лишь крошечную долю дюйма. Что интересно, одни изобретатели даже пытались построить приборы для поиска похожих объектов на Земле, полагая, что мини-черные дыры могут рождаться при столкновениях космических лучей с молекулами в верхних слоях атмосферы. В 2000-х годах сотрудники ускорителя частиц LHC в ЦЕРНе серьезно рассматривали возможность, что при достаточной энергии столкновения частиц могут сформироваться миниатюрные горизонты событий прямо в лаборатории. Однако, несмотря на самые чувствительные детекторы и многочисленные эксперименты, ни одного такого объекта найдено не было. Более того, согласно расчетам, мини-черные дыры должны быстро испаряться через излучение Хокинга, исчезая почти мгновенно и оставляя после себя крошечный всплеск радиации. Тем не менее, некоторые ученые не исключают, что мини-черные дыры действительно могут быть где-то рядом, например, проходить сквозь землю или даже задерживаться в ее недрах. Такие теории объясняют, почему мы не обнаруживаем явных следов. Объекты слишком малы и практически не взаимодействуют с окружающей материей. По расчетам, если бы мини-черная дыра с массой в несколько миллионов тонн пролетела сквозь наш мир, она бы оставила мимолетный, но четкий след в виде специфического гравитационного волнения и незначительного высвобождения энергии. Пока таких сигналов зафиксировано не было. В последние годы появилась гипотеза, что мини-черные дыры могут объяснять некоторые загадочные феномены в космосе. Например, вспышки высокоэнергетического гамма-излучения или необычные траектории движения спутников. Некоторые астрономы даже предположили, что темная материя, из которой состоит большая часть Вселенной, на самом деле состоит из миллиардов миниатюрных черных дыр, рассеянных по космосу. В поисках этих теней ученые продолжают наблюдать за самыми странными сигналами из глубин космоса, сканировать реликтовое излучение и анализировать редкие события в атмосфере. Для обнаружения мини-черных дыр используются самые современные методы. Детекторы под землей, радиотелескопы, эксперименты на ускорителях. Шанс встретить такую дыру среди повседневных объектов ничтожно мал, но возможность ее существования до сих пор будоражит умы физиков. А если однажды удастся поймать этот крошечный, но мощный объект, это будет самым настоящим прорывом в понимании высокоэнергетических процессов во Вселенной. Секрет мини-черных дыр остается неразгаданным, однако на горизонте уже появляется еще более дикий вопрос. А есть ли хоть какая-то возможность выбраться обратно из ловушки, которую строит черная дыра? Если все предыдущие главы были посвящены тому, как материя неумолимо втягивается в черную дыру, сейчас настает время самого дерзкого вопроса – а возможен ли вообще путь обратно? В научных кругах активно обсуждаются весьма экзотические сценарии выхода из черной дыры, хоть ни один из них не подтвержден экспериментально. Одна из самых обсуждаемых теорий – существование так называемых червоточин или мостов Эйнштейна-Розена. Эти гипотетические каналы в пространстве могли бы объединять две удаленные друг от друга области Вселенной, а в самом экстремальном варианте – позволять выбраться из черной дыры в другой уголок космоса или даже в параллельную Вселенную. В 1935 году Альберт Эйнштейн и Натан Розен впервые описали такие туннели, но оказалось, что для их существования нужна экзотическая материя с отрицательной энергией. А такой пока никто не нашел. Другая идея выглядит не менее невероятно. Некоторые физики предполагали, что если черная дыра вращается очень быстро, как, например, объекты типа Кера, в ее центре может образоваться особая кольцевая сингулярность с проходом сквозь пространство-время. По уравнениям Эйнштейна, если бы удалось избежать разрушения в слоях колоссальной гравитации, теоретическое путешествие внутрь не обязательно закончилось бы стеной. Возможно, существовал бы маршрут на другую сторону. Однако расчеты показывают, что даже малейшая асимметрия или внешнее возмущение полностью уничтожат этот проход, разрушая любые шансы на спасение. В последние десятилетия квантовая механика добавила в эту картину еще большую интригу. В 2000-х годах Хуан Малдосена и ряд других теоретиков представили идею, что между переплетенными черными дырами может возникать своеобразный квантовый мост, позволяющий мгновенно передавать информацию, хотя большая часть научного сообщества считает такие сценарии нереализуемыми на практике. Аналогично, гипотетические белые дыры рассматривались как противоположность черных. Туда ничего не может попасть, но все вылетает наружу. Некоторые математические модели объединяют пару черная дыра. Белая дыра через червоточину, но ни одного подтверждения тому в реальном космосе найдено не было. Покинуть классическую черную дыру невозможно ни для света, ни для материи. Уравнения говорят, что все пути ведут только к сингулярности. Даже если бы удалось каким-то образом разрушить саму черную дыру, например, при ее испарении через излучение Хокинга, вся информация оказалась бы уже максимально искаженной и размазанной по горизонту событий. Некоторые теоретики утверждают, что в далеких будущих эпохах, после полного испарения черной дыры, излучение все-таки может выпустить крайне закодированную информацию, но не вернуть то, что когда-то попало внутрь. На сегодняшний день, несмотря на десятки гипотез, ни один реальный способ выхода из настоящей черной дыры не подтвержден ни теорией, ни наблюдением. Все возможные порталы, червоточины и белые дыры пока что математические фантазии, а не астрономические реалии. Черная дыра остается самым надежным космическим капканом, где время, свет и информация запираются навечно. Тем не менее, поиск ответов продолжается, ведь даже самые фантастические идеи, однажды найденные на полях уравнений, способны перевернуть взгляды на природу Вселенной. Именно эта смесь строгой науки и удивительных догадок делает загадку черных дыр одной из самых захватывающих в современной астрономии.